Из средств массовой информации мне стало известно, что с 25 ноября должна работать комиссия из Генеральной прокуратуры по вопросу деятельности Саратовской областной прокуратуры. Мне это стало интересно, и я обратилась с соответствующим заявлением в областную прокуратуру с тем, чтобы организовали мне встречу с комиссией из Генеральной прокуратуры, с представителями Генеральной прокуратуры. По настоящее время мне никакого ответа не пришло, но накануне прошлой недели, накануне сегодняшнего пикета, я разговаривала с Лукарисовым. Это работник по вопросу обращения граждан, и он мне пояснил, что эти комиссии не ведут личного приема, и мы вам ничего пока пообещать не можем. Из чего я поняла, что в принципе личный приемник никто организовывать не будет, потому что вроде как такой функции у приезжающей комиссии нет, и она такими полномочиями не надеялась. Но в любом случае я считаю, что есть всегда исключения, в порядке которых можно организовать такой приемник. И я требую такой приемник проведения с представителями Генеральной прокуратуры. В обращении в областную прокуратуру я отметила вопрос по дольщикам, вопрос по школьным полям, вопрос по приказу Министерства природных ресурсов номер 47. Вкратце могу пояснить, что это такое. Дольщики все знают, что это больная тема для города Балакова, не только для города Балакова, но в целом и для Саратовской области. И когда случилась такая беда в нашем городе с этими людьми, которые хотели построить свои квартиры, то прокуратура сказала, что держит руку на пульсе. Но до сих пор никто не понимает, на чем и на каком пульсе держалась эта рука, поскольку сегодня возникают большие проблемы в строительстве третьего дома, возникают проблемы со страховой компанией. Те люди, которые вступили в ЖСК, 30 человек, они не могут получить выплаты от страховой компании, и в принципе проблемы возникают с вступлением в ЖСК. У ЖСК возникает очередная проблема и грозит в принципе процедура банкротства. Наблюдая со стороны за этой ситуацией, я думаю, что процедура банкротства, наверное, у ЖСК все-таки будет неизбежна. Вопрос к прокуратуре. Каким образом очаровательный котлован дольщиков в 3%, который не мог быть оплевозен объектами завершенного строительства, вдруг оказался как объект капитального строительства у дольщиков? И кто сейчас, в принципе, согласится поднимать этот котлован в 3% и строить квартиры вновь дольщикам? Получается, что дольщики должны построить свои квартиры опять заново за свои деньги. Никто, конечно, этого делать не будет. Ситуация достаточно сложная, проблемная. И сегодня в отношении дольщиков, то есть как бы ущерб предъявить некому, виновные лица не установлены, никто эти виновные лица не определил, никто эти виновные лица не наказал. И получается, сегодня практически никто не наказан. Ущерб взыскать с установленных виновных лиц невозможно, потому что у одних имущество все куда-то исчезло, другие просто оказались ни при чем. И поэтому сегодня предъявить кому-либо свои потери абсолютно совершенно некому. Вот так сработала наша прокуратура. Поэтому возмущение есть, они остаются у дольщиков, они остаются просто со стороны у граждан. Почему так сработала прокуратура? В отношении приказа номер 47, это приказ Министерства природных ресурсов о подтверждении образования отходов, накопления, норматив накопления образования отходов. Сегодня все задаются вопросом, почему для МКД объем мусора составляет 2,4 метра кубических, а для многоквартирных домов 3 метра кубических. Когда я задалась этим вопросом и их направила в Министерство природных ресурсов, Министерство природных ресурсов отвечало администрации, что разницы составляют растительные отходы. Дело дошло до вылаза растительных отходов, управляющие компанией и оператор отказались вывозить эти отходы, мотивируя тем, что есть разъяснение Министерства природных ресурсов Российской Федерации, что эти отходы не относятся к отходам ТКО, поскольку они образуются не из жилых помещений. Но, простите, если вы рассчитывали норматив образования твердых отходов, накопления отходов, а как же у вас получилось, что те же жилые помещения в частном подборе вдруг накапливают этого мусора больше, чем, допустим, МКД? Из чего вы исходили? Выясняется, что прокуратура при проверке данного вопроса выяснила, что мониторинг по накоплению отходов осуществляла организацию, у которой не было на это полномочий. И получается, что приказ номер 47 на сегодняшний день незаконный. Каким образом взыскивать и каким образом производить оплату по данному нормативному акту, остаются вопросы. Также возникают вопросы в отношении застройки нашего города. Каждый свободный участок у нас застраивается к кому как вздумается, потому что за этим никто не надзирает, делает такой опыт. Вот, допустим, строительство заправочной станции, это мост Победы. Сегодня строится заправка там, да, она красивая, да, она современная. Но если встать с точки зрения законности, то разрешение строительства было получено, но не были соблюдены определенные нормативы и требования. То есть там ставят высоковольтную вышку, и никто не знает, как она рассчитывалась. Как рассчитывается минимальное расстояние до заправочной станции. Более того, для строительства этой станции был выделен земельный участок по непонятным основаниям. Площади 747 квадратных метров торгов не было, никаких вопросов не было. Почему-то выделили земельный участок по какому-то разрешению на дополнительный земельный участок. Вообще непонятный какой-то документ. Прокуратура этого, опять же, не заметила. Далее, вот по улице Комсомольской, здесь недалеко, построена автомойка. Тоже она возведена под высоковольтной линией электропередачи. Точно так же царская охота, ресторан. Вот тоже возведена под высоковольтной линией электропередачи. Автомойка по улице Вольской. Точно так же возведена рядом с пищевым комбинатом, то есть санитарно-защитной зоной пищекомбината. На каком основании, в связи с чем, почему она там возникла, тоже совершенно непонятно. По объектам капитального строительства в нашем городе очень много вопросов. Почему они возникают, на каком основании они возникают. На факеле социализов строили магазин «Пятерочку». Как появился этот магазин «Пятерочка», исходя из каких-то строительных норм и правил, совершенно абсолютно непонятно. Также корпоратура не усматривает сегодня нарушения в отношении работы управляющей компанией «Руха Синергия», которая открыла юридическое лицо, зарегистрировала ООО «Центр обработки платежей». И сегодня все дома, которые она обслуживает, все денежные средства поступают на счет «Центра обработки платежей». Когда мы с этим вопросом разбирались, то получается, что «Центр обработки платежей» платежным агентом являться не может. Это первое. Второе. Данный субъект не зарегистрирован в госинмониторинге. Данный субъект не зарегистрирован в Госкомнадзоре. И получается, что правовых оснований осуществлять эту деятельность у него не было. Сегодня по моему настоянию была проведена проверка полиции. Полиция установила, что они на сегодняшний день нарастили дебюторскую задолженность более миллиона рублей. А зачем вы это сделали? Для чего вы это сделали? Вместо того, чтобы направлять денежные средства на ремонт многоквартирных домов, на поддержание их общего имущества, вы раздуваете непонятную дебюторскую задолженность. И прокуратуре почему-то этот вопрос неинтересен. Можно продолжать бесконечно все те вопросы, которые я возмущаюсь. В отношении кладбища в Ивановке, которое пытались, вернее, документацию заказали уже на 7 миллионов. Выделили бюджетных средств 16 миллионов на строительство этого кладбища. А выясняется, что был драмативный документ распоряжения Комитета имущественных отношений Саратовской области, согласно которого земли сельхозназначения почему-то вдруг перелегли в земли под ритуальные штуки. Сегодня этот участок находится у администрации во владении. И прокуратура, проводя проверку, почему-то не возникло восстановления законности. То есть приведение в первоначальное положение всей ситуации. И получается, что сегодня этот земельный участок увели из сельхозназначения, перевели его в назначение ритуальных услуг. И по сути сегодня у нас уже по факту действует кладбище на территории Ивановки, села Ивановка. И это порядка 80 гектаров. И если еще будет еще одно новое кладбище, это 42 гектара, ни одна экосистема не сможет выдержать такой нагрузки. Но почему-то этот вопрос никого не волнует. И прокуратура до конца с этой проблемой не разобралась. Очень большая проблема с чистым миром. Чистый мир мы знаем и читаем со страниц газет, которые пыль газоочистки таскают в наш город, размещают их на территории бывшего живых номер 2, Саратов-Гостоев. Эти объекты уже загадил и замусорил в такой степени, что там непонятно, что творится. Я ставлю вопрос перед Роспроводнадзором, ставлю вопрос перед Средственным комитетом. Сегодня у меня находится заявление в полиции. Вяло текущее идет собирание оперативного материала на эту тему. Чем закончится вся ситуация, неизвестно. Но почему-то администрацию, которая уполномочена проводить проверки использования достоверности объектов, сданных в аренду, не занимаются этим вопросом. Администрация почему-то не интересует, а как же их муниципальное имущество, которое находится в казне, используется сегодня хозяйствующим субъектом, которому сдали в аренду. А сдали в аренду, как выясняю, помещение и земельный участок дочери Дупс Александра Александровича. Дочь-то она малоизвестная, Евгения, а вот Александра Александровича Дупс в нашем городе достаточно известна. И получается, что он получает доходы с аренды этих помещений, ну и за счет этого, наверное, думаю, что проживает. И непонятно, почему администрацию этот вопрос не волнует. Почему вдруг муниципальные помещения, муниципальная земля находятся в таком безобразном состоянии, там уже, я так полагаю, наверное, более 50 тысяч тонн этих отходов, и если завтра этот хозяйствующий субъект по каким-либо причинам уйдет, то куда девать эти отходы? Я считаю, что прокуратура у нас работает формально. И какие бы вопросы ей ни стояло в нашей прокуратуре, всегда один ответ – оснований мер прокурорского реагирования не усматриваются.